Всем привет! Это канал Частер, меня зовут Кирилл, и здесь мы говорим о часах. Нельзя не отметить особую любовь фанатов часов к зелёным циферблатам. И действительно, в последнее время даже варианты с синими, чёрными и белыми отходят на второй план, а часы с зелёными циферблатами становятся всё более и более популярными. Новинка 2021 года от Seiko – коллекция Prospex. Знаменитый альпинист, причём с очень красивым тёмно-зелёным циферблатом SPB245J1. У нас встречает круглый стальной корпус, красивое продольное сатинирование по бокам, переходящее от корпуса к ушкам, также и полированные грани, плавно скашиваются на ушки. Ушки сами уходят вниз, достаточно длинные, между ушками полировка, с правой стороны заводная головка, причём завинчивающаяся. Выше корпуса располагается скошный рант, смотрите, визуально они отделены. И вот с этого ракурса даже видно, что корпус немножко под таким углом выполнен, то есть расширяется вверх и сужается в сторону задней крышки, даже сразу и не заметил. Что касается ранта, то он у нас полированный, великолепная отделка, как и самого корпуса, и выше слегка выпуклое сапфировое стекло с антибликовым покрытием, стекло это не подвержено царапинам. Но самое интересное под стеклом – красивый тёмно-зелёный циферблат, такой лесной зелёный цвет, чем-то напоминает мох или мокрую листву. А особенно красиво вписались индексы и стрелки, а конкретнее светонакопитель, который выполнен в бежевом цвете. Очень интересная комбинация, с одной стороны этот бежевый цвет чем-то напоминает такую выцвевшую бумагу и сразу же отсылка на винтаж, но с другой стороны комбинация нестандартная по цветам и безусловно привлекает взгляд. Очень близко к центру расположены поминутные риски белого цвета, обычно всё-таки они по внешнему кругу располагаются, и внутренний ободок. Возможно, сразу вы это и не заметите, тем более на фото это никак не увидеть, там не сталь, там также тёмно-зелёный цвет, то есть внутренний ободок выполнен под стать циферблату. Интересный эффект, который действительно увидишь только тогда, когда возьмёшь часы в руки. Также в районе трёх часов у нас окошко даты, белый диск, прекрасная читаемость на фоне циферблата, и также хотел бы отметить три индекса в районе шести, девяти и двенадцати часов, они у нас треугольные, пикообразные, и они выполнены практически идентично с моделью 1959 года. Seiko Laurel Alpinist, первые часы для покорителей вершин и любителей активного отдыха, вот это японская компания, по сути это были первые Seiko, с которых и началась эра уже дальше, и секундомеров, и дайверских, и спортивных часов. Конечно, здесь сочетание винтажных отсылок и современных материалов, и современного, конечно же, механизма, шесть R35, 24 камня и 70 часов запаса хода, прекрасный показатель, особенно вкупе с тем, что здесь два вида подзавода, авто и ручной, причём за работой механизма мы можем наблюдать через прозрачную заднюю крышку, вот мы здесь видим и ротор с красивой отделкой, на роторе количество камней, как раз у нас написано, и название механизма по внешнему кругу, по самой задней крышке, также название механизма Made in Japan, модель собирается и делается полностью в Японии, уровень водонепроницаемости 20 атмосфер, часы дайверские, в них можно плавать без проблем, и также информация о материале стекла и корпуса. Что касается настройки, то здесь всё просто, головку раскручиваем, во-первых, можем подзавести здесь вручную часы, а во-вторых, есть далее два положения, первое для даты, второе для изменения времени, стоп-секунда, конечно, для более точного выставления, и стрелки очень чувствительны, быстро реагируют на движение головки, обратите внимание, дата начинает меняться где-то полодиннадцатого, и уже ближе к двенадцати она перещёлкивает на следующее число. После того, как мы понимаем, где день, где ночь, выставляем текущее время, и после этого уже возвращаемся к выставлению даты. Дата у нас выставляется против часовой стрелки, таким образом, после настройки завода не забывайте закрутить головку до конца. Lumi Bright, прекрасный бирюзовый светонакопитель, идеально ведет себя в темноте, причем под разными уголами, смотрите, выглядит невероятно, и особенно красиво ведут себя остроконечные индексы и остроконечные стрелки в стиле дофин. Небольшие габариты и часы прекрасно сидят на моем запястье, 17 сантиметров, дополнительные фотографии будут в моем инстаграме, высота по краям ушек 46,5 миллиметров, чистый диаметр корпуса 38, винтажные небольшие размеры, толщина 12,9, уместилась в 13 миллиметров и ремешок, здесь он кожаный, смотрите, глянцевая поверхность, ретро стежки рядом с ушками, ширина его 19 миллиметров и на запястье до 20 сантиметров он подходит, причем здесь не классическая пряжка, а раскладывающаяся с нажимным замком, так это выглядит, на запястье от 15 до 20 сантиметров подходит данный ремешок, общий же вес часов 84 грамма, ремешок еще новый, не разработанный, но со временем они конечно будут лучше облегать ваше запястье. В модели сохранился альпинистский дух, они подойдут для походов, путешествий, активного отдыха, но при этом идеально впишется и в городскую среду, с деловой одеждой, с классической, даже с костюмами будут прекрасно смотреться. Сегодня у нас была красивая модель с винтажными отсылками, при этом используются самые современные материалы, это и сапфировое стекло, и сталь с прекрасной обработкой, и светонакопитель Lumi Bright, который ведет себя в темное время просто превосходно, ну и конечно механизм с календарем, с двумя видами подзаводов, с запасом хода 70 часов, да еще и за работой этого механизма мы тоже можем наблюдать, плюс корпус максимально защищен, 200 метров уровень водонепроницаемости, что позволяет них даже дайвингом заниматься. Альпинистов новых вышло 3 штуки подобных, у нас уже на обзоре была модель с бежевым циферблатом, на браслете, также есть на браслете вариант серым циферблатом, и вот на кожном ремешке красивый зеленый цвет, из всех трех циферблатов этот мне пожалуй нравится больше всего, и еще раз он оправдал моду на вот эти зеленые оттенки в циферблатах, в часах, которые сейчас явно доминируют. Данная модель стоит 68 тысяч рублей, и она предоставлена нам официальным магазином Seiko Club, проект эксклюзивного дистрибьютора мировых брендов, часов, украшений и аксессуаров TBN Time. И в конце хотел бы узнать и ваше мнение по поводу этой модели, обязательно оставьте в комментариях под видео, также если оно понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал, ну и конечно поделитесь этим видео с друзьями. А на этом все, всем пока!